всем здравствуйте с вами Евгений Дуинов сегодня 17 ноября 2017 года и мы продолжаем цикл роликов в мир технологий компании АСПП сегодня завершили предварительную сборку аккумуляторной батареи из 14 последовательных элементов по 40 ампер час каждый батарея заряжена до напряжения 58,6 вольт то есть принципе она полностью заряжена практически на сто процентов сейчас и временно так упаковали для переноски в шоурум чтобы нигде не возникло каких-либо козе и готовим ее к испытаниям сегодня думаю будет завершена первая часть испытаний которые сделаем итоговый видеоролик выложим на общее обозрение для того чтобы посмотреть как работает такая система межсоединений элементов и какие общие характеристики батареи мы имеем так сняли с батареи первую часть упаковки переднюю морду можно видеть плюсовой и минусовой выводы батареи которые выполнены при помощи таких вот медных шинок которые прикручены болтами к медным выводам батареи здесь к ним подпаяны провода примерно равной длины того чтобы подсоединить аккумуляторную батарею к электронной нагрузке для исследования ее характеристик подключаем выводы аккумуляторной батареи к электронной нагрузке того чтобы начать ее тестирование после подключения корпус батарейки снимем можно было тепловизором посмотреть на нагрев коммутационных элементов электронная нагрузка показывает напряжение на батарее 58 целых 327 тысячных вольта мерить напряжение будем как электронной нагрузкой здесь на выводах так и на выводах с батареи для того чтобы оценить падение напряжения на проводах измерения напряжения на вывода будем применять вот такой вот мультиметр посмотрим что он сейчас покажет нам показания мультиметра непосредственно на выводах 58 целых 32 сотых вольта что в общем то соответствует показаниям электронной нагрузки так аккумуляторную батарейку разделе того чтобы можно было видеть нагрев вот этих вот элементов коммутации сейчас будем проводить измерения измерения будут проводиться вот в этим вот мультиметром прецизионным класс точности его можете посмотреть найти в интернете также для измерения будет применяться тепловизор флюки тис-45 и электронная нагрузка вот это вот окип 1381 дробь 2 они тоже можете найти всю информацию в интернете все дата шиты классы точности погрешности измерений и прочие параметры которые вам необходимы для того чтобы оценить качество и точность выполненных работ так готовимся к проведению первого теста вы сейчас будем мерять напряжением дс на аккумулятором батареи вот непосредственно на выводах а как бы и и включим нагрузку сейчас только какой-то сценарий сейчас устанавливаем ток 50 ампер и включаем под нагрузкой запоминаем значение 5831 дс под нагрузкой 50 ампер ток 50 ампер ток 50 ампер дс под нагрузкой но тоже разряжается было 57 и 3 включаешь 57 и 3 было так вот она сейчас возвращается подождем будем говорить же 58 и 1 ну это уже идет релаксация тут скобки мешает практически да сейчас будет для А мы получили там 58,3, 58,4, ой, 57,3, 57,4 под нагрузкой 50 ампер. Так, это уже калькулятор. Ну, в среднем сейчас. Вот так, вот еще есть. Значит, давайте мы все-таки возьмем в среднем. Так, антаж хочу. Куда уже делся? Вот он. Ага. Точно. Так, ну, в общем, 58,2 можно считать. Да, ну, 58,2, ну, 58,25 давай возьмем, чтобы было. Так, 58,25, а там 57,3 где-то. 57,3. Так. Окулятор. 0,7, 0,95 вольта под нагрузкой. Так. 0,95 вольта. Значит, получается, что сопротивление собранной батареи где-то порядка 0,0,19. Ну, давайте возьмем 0,02. 0,02. 0,02. 0,02. Так, значит, учитывая то, что у нас 14 ячеек. Ну, давайте это на 14 разделим и посмотрим, сколько приходится на одну ячейку суммарно. Вместе с контактами. 1,3 миллиона. По даташи, то сопротивление ячейки 1 миллион. Ну, это вот мы берем вместе со всеми контактами, со всеми проводами. Да, это батарея. Давайте теперь сделаем так. Сергей Александрович, давай ты накладешь, а я сейчас подсоединю с прибором на эти наклейки. Переключи, пожалуйста, диапазон от миллион. О, милливольты. Милливольты есть. Так, чтобы будем мерить. И будем мерить, сейчас, вот на, где вот здесь не загнутое, где, чтобы не выступало, видишь? Значит, снизу, да вот можно здесь, снизу на той пластине и на этой. И померяем падение на, значит, сейчас мы будем мерить падение напряжения непосредственно на соединение двух ячеек, вывода между собой. Как бы не туда подняется. Она снизу загоняется, поэтому туда и туда, да? И мы померим потоком 50 ампир. Сейчас потоком 50 ампир будем измерять сопротивление непосредственно на место соединения двух ячеек. Готовы? Сейчас. Секундочку. Есть. Готовы, да? Угу. Пускают ток. Пошел. Так. Ну, грубо, 2 милливольта. 1,97-96 милливольта падение напряжения на межсоединение. Ну, давайте возьмем 2 нолливольта. Угу. 2 нолливольта. Считаем сопротивление. Примем, что падение напряжения равно 2 милливольтам. Считаем сопротивление контакта. Так, это ноль, 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 два делим на 50. 40 милливольтам. 40 милливольтам. Если это умножить на 14, то... Да. А, нет, на 15 надо умножать. Их 15. Мы делим на 14 и умножаем 15. В сумме дают все контакты у нас... Суммарное сопротивление всех контактов... 60 милливольтам. Да, 60 милливольтам. 600 микрооом. Вот такие результаты. А сейчас под током 50 ампер нагрузки снимем нагрев. Или с 25 ампер? Нагрев, наверное, с 50. С 50. Ну, а сейчас с 50 ампер начнем грузить. И в установившемся режиме будем снимать на результаты те же, что получаем на тепловизоре. Будем смотреть пакеты, соединения, вывода, пайки, кадры, танцы. Все посмотрим и покажем. Сейчас ведем настройку тепловизора. Вловим фокус. Здесь на телефоне запустили секундомер-таймер, который будет мерить время, которое у нас с батареей находится под нагрузкой. Так, запускаем. Пускаем ток 50 ампер. И смотрим нагрев. Поехали. Секундомер включен? Да, секундомер включен. На 45 секундах начали мы. Еще раз можно показать. Вот оно время. Идет процесс нагрева. Сейчас показывается сама электронная нагрузка. Переводим камеру. Кабельная температура. Кстати, уже греется. Да, провода уже греются. На скорке? Пока 25. Температура проводов 25 градусов Цельсия. Сколько соединений? Видите, пожалуйста, на соединениях. Это, наверное, то, что больше всего интересует парамчан. Пока вообще холодные. Да, соединения контакты пока полностью холодные. Вот провода. Вот провода немного. Давайте с обратной стороны посмотрим, как себя ведет пайка. Теперь выводы не посредством с батареей. Давай, на стражбол, может, давайте перейдем сюда. Давай, сейчас полоскручу. Смотрим на непосредственные выводы и место пайки. Очень интересные винты. А вот дело от нашей здесь с винтами или не оттянули? Что-то происходит, да? Просто верхние винты. Нормальные, холодные? Так, а это не отражено? От чего отражено? От окна, подожди сейчас. Не меняет? Ну, значит, не протянуты. 43 уже, 44. Вот винты нижние начали греться здесь. При этом верхние совершенно холодные просто. Значит, просто не обтянуты. Вот уже и диагностика, да? Сразу видны все негоразные. Провода уже 30. Провода уже 30. Контакты верхние, 24. В общем-то, можно считать холодные. Нижние почему-то греются дико. Сейчас попробуем. Ну, дико это условно, скажем так. Ну, да, дико это условно. То есть температура тела пока не превышена. Да, скорее всего, значит, переходное сопротивление. Значит, вот это плохо подготовлен, вот этот вывод. И выводной контакт. А, там пластина медная сама по себе достаточно неровная. Ну, значит, просто протянут. Ее надо напильником подработать, чтобы поверхность была поровнее. Значит, надо просто протянуть. Давайте еще раз. Смотрим установившийся режим. Провода. Провода уже 33. Провода 33 градуса. Контакты? Контакты абсолютно холодные. Вот уже брак в работе. Один выяснили. Один вывод. Вот и сделаем. Ну, это не касается уже батареи. Пряжение батареи 55 вольт. А загляни, пожалуйста, вот сюда. За этим пластином. Как здесь. Нет ли там веющихся? С этой стороны тоже имеются такие же выводы. Нет ли там веющихся внутри? Смотрим на них. Не видно, все нормально. Под крышкой ничего у нас не греется. Все нормально? Угу. Ну, слава богу. Значит, батарейка сама исполнена качественно. Вместо нахлопо присоединяем к камеру. А можно пайку показать? Вот так на это место пайки. Посмотреть. Камера, наводись. Холодная. Холодная, отлично. Еще раз вот это. Сколько у него градусов это? Ну, 28 в принципе, почти остановилось. Ну, лучше с той стороны подойти тут. Ну, все, в принципе, понятно. 3 кВт. У нас батареи снимается 3 кВт, 50 А. Все выводы между соединениями холодные. Ну, кроме одного, который немножко начал греться. Вау! Большой привет! Твои пакеты показывают себя. Смотри. Нагрузка 3 кВт держит. Так что, это уже 3-я батарея. Отклала и пока замечаний не было. В отличие вот от этих вот пакетов монстр. Вот эти вот пакеты выполнены пайкой. И они ждут, в свою очередь, для испытаний. Подготовим, поставим, посмотрим. Да, провода нагрелись до 36 градусов уже. Ну, те провода, которые сейчас используются, звуковые. Лучше к таким не прибегать, их не использовать. Использовать какие-то более качественные. Более качественные меди и большего сечения. Для подключения мощных аккумуляторов к мощным системам электропривода. Пропряжение на батарее сейчас 54,25 В. Прошло 6 минут ровно с момента запуска теста. Контакты холоднее батареи. Контакты, да, можно видеть на тепловизоре. Контакты холоднее, чем сама батарея. Я именно пакеты имею в виду. То есть пакеты теплее, чем контакты. Пропряжение на холодильнике. То есть контакты 24 градуса, это практически не нагрелись. О, болты и контакты остыли у нас. Он один, по-моему, греется или нет. Ну, тут сложно. Нет, ну это не обтянуто. Просто, я не знаю, вот это как раз... Согрелось, наверное. Это то, как раз, о чем я форумчанам говорил однажды. Не его сопротивление проводников, а о переходном сопротивлении. Вот это как раз оно себя и показывает. Переходное сопротивление. То есть вот этот уже 39, а если... Да, надо качественно зачистить, качественную подготовку сделать, затянуть и все будет подобно. Протянем. Прогрелось. Разогрев меди, расширилось. Да. И все? Причем медно-меде, да. Оно затянулось, обжалось. Оно сама затянулось. Да, поэтому вот и рекомендуется, что после тестовых включений делать обтяжку медную к концу. Это в силовых шкафах всегда такое делится. И плюс мы же здесь не применяли тарелчатые пружины. И здесь на шайбах гроза на обуче. Один контакт остался. Один. Греется. Ну и тот же не сильно греется. Да, она в обтяжку уже светится. Но тем объективнее контроль. Каждый формчанин теперь может сделать вывод сам. Вот мы вам показали то, что есть на самом деле. Без преукрас. Первое включение. Никто специально не готовился. До этого батарейку не тестировали. Закончили, сделали, принесли, поставили, включили. Ничего не скрывали. Так, как она есть по планке. Поэтому каждый делатель на рацион. Спасибо.